Доброе утречко! Гошенька, ты не скажешь доброе утречко? Только что пил трели и всё. Гошенька! Гошенька, доброе утро! Ребятки, всем приветик! Каникулы начались, поздравляю! У Кирюшки тоже уже начались каникулы. Сегодня мы уже никуда не пошли. Единственное, что я пошла, сходила с утра в школу, занесла тетрадку, которую должны были сдать вчера. Мне Кира поручила задание с утра сходить в школу и отнести тетрадку. Тетрадку отнесли, всё отлично. И на сегодня ещё плавно у меня поликлиника взрослая. Мне надо пойти же пройти эту медкомиссию. Попробую я сегодня подойти к нашему участковому терапевту, чтобы она мне, может быть, за деньги сделала эту карточку, потому что нереально пройти такое количество врачей. Там их просто безумно много. Нам пройти... Ой, это просто невероятно, сколько их! Невропатолог, окулист, лор, хирург... О, боже мой! Я такое количество врачей, по-моему, проходила только, когда беременная была. Гинеколог, другие врачи, лабораторные, рентген, функциональные и инщи, деслиджиня, диагнозы. Короче, врачей пройти очень много, и тут ещё куча документов нужно собрать. Трудовая книжка, довідка с пенсийного фонду, фото, сертификат с наркодиспансера, сертификат с психодиспансера, паспорт, все сторинки, диплом, все сторинки, свидетельство про народжение, дитыны. Короче, просто список. Я не знаю, как будто я за границу собираюсь, всего лишь на работу. И ещё единственная неприятная ситуация, которая вообще произошла, это у меня Кирюшка приболела. Она должна была завтра идти с бабушкой в аквапарк, и как-то я уже так понадеяла, что она отдохнёт в аквапарке, пойдёт погулять, всё будет отлично. Но она вчера пришла с соплями домой, и, наверное, аквапарк отменяется, и я даже теперь не знаю, заберёт её бабушка Света или не заберёт, потому что, скорее всего, она сама пойдёт в тот аквапарк без Кирюшки и без кого-либо. Но, может быть, мы все туда поедем, ещё не знаю. Надо с мужем переговорить на эту тему. Хотя мне как бы вообще фиолетово, на самом деле. И ещё надо решить вопрос по поводу, кому завозить Кирюху на каникулы. Я уже вроде как должна уже выйти на следующую неделю. Но я так предполагаю, что самое главное, это мне нужна справка, справки эти все сделать, то есть врачи пройти. Остальное уже несложно. То есть мы вам справку с пенсийного фонда сказали в любой пенсионный фонд. Подходишь и берёшь эту справку, там какой-то ОК-7, Каздовитка, даже не знаю, для каких целей она нужна, но нужна. Боже, ну меня больше всего удивляет, что такое количество врачей надо пройти, и я не работать буду на общепите. То есть я даже людей обнимать там не буду. Но вот такое количество людей надо пройти. Ужас! У меня, конечно же, с утра утренний кофе. Я кофе, кстати, пью всегда только без молока. Я с молоком вообще кофе не люблю. Для меня кофе с молоком это уже не кофе, это уже капучино какое-то. И, конечно же, я наделала кирюхе снова сушечек из яблок, и половину уже съела. Так что я уже отставляю, потому что я ещё чуть-чуть, и просто за просмотром сериала я скушаю всё. Надо будет ещё наделать, и вообще наделать какую-нибудь большую-большую миску, чтобы было их достаточно. Но вот здесь, чтобы вы понимали, здесь, значит, ещё было чуть-чуть с горочкой, и это было три яблока. То есть как бы достаточно. И в саму сушилку, вот она уже полностью у меня здесь, вот такая вот, в саму сушилку здесь помещается, ну, наверное, яблок 5 сюда точно влезет, если всё аккуратненько, очень близко к друг дружке поставить. Так что надо будет ещё сделать. Ну, я так, я чётко ставлю на ночь, и утром подключаю, и утром достаю уже вот такие вот яблочки. Крутые получаются. Присадоченьки. Какая прелесть, мне очень нравится. Тебя сильно-сильно люблю. Я тебя тоже. Люблю тебя. Мама, будь всегда со мной рядом. Мама, не ведь больше... Вот у нас поликлиники, а Кирюха моя тут... Ух ты, что она тут делает? Наверное, кого-то учит. Ещё попросила страз, шно, чтобы я купила ей стикера вот таких вот. Теперь, наверное, уже вся квартира будет облеплена, будет делать пранк стикерами. Писала вот это. Ничего себе. Прокол. Обалдеть. Так это ты пишешь прям целые конспекты? Ну, наверное, не то. Второе, наверное. Так, книжка? Так. Ну, напевно, на букву К, то да, Коаладес тут. Нет. Коаладес тут, да. Будь здорова. Будь здорова. Будь здорова. Будь здорова. Правда. Тут такие целые конспекты, Кирюха, выписывает. Добродушный сумчатый медведь. Это сказка такая. Обалдеть. Ну, давай, учи. Я пошла раскладывать продукты. Из поликлиники ничего не получилось у меня сделать. Я просидела там два часа в очереди. В итоге вышел педиатр, не педиатр, терапевт. Я к ней подошла, говорю, что мне можно сделать, чтобы все это сделать быстрее. Она говорит, вы знаете, мы вообще уже не делаем вот эти вот медосмотры на работы, там, школы. Это все делается на другой территории. Сказала мне адрес, траля-ля, траля-ля, и все. По дороге домой я встретила медсестру знакомую. Она говорит, я тебе дам адрес, ты мне в понедельник позвони, я тебе дам адрес, и ты уже по этому адресу подъедешь. И там где-то около 250-300 гривен будет стоить весь этот медосмотр. Так что я буду уже ехать в понедельник и все это решать, выяснять и быстро делать. Зато сделала фотографии. Господи, насколько же я не фотогенична. Мне фотографироваться вообще категорически нельзя. Так, что ты, Кирюха, хочешь? Английско много. Ага. Тут сейчас у тебя будет английско? Да. Вот. И мам, ты позвонила папе или сейчас позвони? Потому что папа не покупал. Пусть еще купит. Давай. Пусть еще будет. Гоша, привет! Привет! Гоша, привет! Я делаю... Так, а я снова накупила продуктов. Это какой-то кошмар. Вы тоже так покупаете продукты? Купила интересную штуку такую. Сейчас я вам покажу. Это апельсин, скрещенный с гранатом. Хотим с Кирюшкой попробовать. Вот такая вот вещь. Я даже на самом деле не знаю, как она называется. Вот так вот просто взяла. Чисто на пробу. Потом купила апельсинчик, Кирюхи, на витаминочки. Купила перчик красненький. Купила яблок. Уже вроде те яблоки, что надо, чтобы напосушить. Укропчика. Ну, как всегда, хлебушек. Купила малюсенькой вермишельки. Хочу сделать супчик с вермишелькой маленькой. Лучок и приправ. Лавровый листочек и чёрный перчик. Всё. И вот вроде бы я ничего не купила. А чисто по сельпо у меня вышло 91,90. То есть 92 гривны. Это у меня вышло без вот этого вот. Вот это вот у меня ещё вышло в 100 гривен. В общем, я не знаю. Очень дорого стоят продукты. Я просто вообще реально не понимаю, как живут наши пенсионеры. Бедные, бедные люди. Ладно. Будем начинать готовить. А у меня тут, посмотрите, вечно. Гоша, когда кушает, вот о чём я говорила, что у меня, когда стоял на шанте, когда стоял на микроволновке, были Гошины семечки, которые он кушает. И вот такое происходит внизу на полу. Но на полу уже проще. На полу взял и убрал. Что Шанчуся хочет? Я, кстати, вам корма тоже купила. Вот. И корма с собакам купила, потому что они у меня двоих суток голодные были. Ну, как голодные. Я их кормила просто гречкой с мясом, готовила им каши. Ну, а теперь снова на корм перешли. Шанчусь, смотри. Тебе еда? Хочешь? Что? Будем кушать, да? Ай, будем кушать, да? Где Мишка? Мишка, а ты кушать будешь, смотри? Хочешь? Ладно, буду кормить я собак. Хочу попробовать, что это за фрукт. Такой интересный. Будем сейчас смотреть, что это такое. Я, честно говоря, ещё ни разу не пробовала. Смотрите, как он внутри. И это у нас апельсин с гранатом. Пахнет на самом деле вообще грейпфруктом. Может, это грейпфрукты? Я перепутала. Сейчас посмотрим, что это такое. Сейчас дадим ещё и на пробу кирюшки. Я думаю, должно быть очень вкусненько. Не знаю, как вы чистите. Я чищу вот так. В общем, посмотрите. Это чёрный... Чёрный апельсин. Мне интересно, как он на вкус. Сейчас я его попробую и скажу вам, как он на вкус. Это замечательный фрукт. В общем, вот такой вот он получается. Смотрите, интересный. Я, честно говоря, вот первый раз буду пробовать. Сейчас надо кирюшке дать попробовать. Кирюшка, иди сюда, зайка. Интересно. Пахнет необычно. Будем пробовать. Попробуй вот эту штуку. Что это? Это апельсин с гранатом. Как это? Ну, так скрестили апельсин с гранатом. И получился апельсиногран. А как это? Я не знаю, как он у нас? Да, пробуй. От чего чуть-чуть? Пробуй, вкусно очень. Кислый. Кислый? Прямо он кислее, он нормальный. А это не вкусно. Не вкусно, не нравится? Он сладкий и кислый, и это всё одно время. Прямо он вкуснее, он просто кислый. Какая привередливая. А мне нравится. В общем, купила я ещё яблок. И решили мы ещё сделать. Вот, уже я сделала на раз, два, три, четыре, пять. На пять поддонов. И в этот раз я купила яблоки айсберг. Надеюсь, что в этот раз получится тот результат, который мы хотим с Кирюшей. Всё. Поддоны стоят. Выбираем на продукт. Ой, включаем сушку в розетку. Выбираем продукт и включаем. Всё. И теперь вот так вот, ну, часов восемь. Да, они должны посушиться. Но зато такая вкуснятина получается невероятная. Просто советую. Продолжение следует...